Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня все так же 27 мая. Вот сегодня, проводя работы по формированию томатов, я постаралась как можно больше сортов описать, рассказать, как я формирую, потому что эта информация важна именно сейчас, как говорится, дорога ложка к обеду. Я вот показала, как формирую Настю в теплице, любимый праздник, Вову Путина не обошла стороной. И вот, конечно, не могу тоже проползти мимо моего одного из самых любимых сортов, томата, который я выращиваю каждый год в теплице, высаживаю на ранних сроках. Хотя его здесь и не должно было вроде бы быть, он не подходит ни под описание, ни индотерминатный, и ни ранний сильно, и ни крупноплодный. В общем-то, кто-то может в него смотреть никаких достоинств, но для меня он самый-самый. Его вот этот вот, он веселый, он жизнеутверждающий. Он мне как поддержка моя. Конечно, это сорт русские колокола. Даже когда он только-только начинает завязывать свои вот эти колокольчики, глядя на него, и так уже все, ну уже настроение поднимается. Они такие хорошенькие, они такие... А представьте, его оранжевый цвет, вот он будет ярко-ярко оранжевый. Это даже в любую пасмурную погоду заходишь, висят вот эти колокольчики оранжевые. Это так, ну, жить хочется. Сейчас расскажу об этом сорте. Сорт простой, он, как сказать, детерминатный, он сам завершкуется, он невысокий. Больше метра ни разу не вырастал у меня даже в теплице. И про формирование его даже сказать нечего, потому что я ему разрешаю все. Он растет у меня как хочет. Опять же, почему? Я же вам всегда говорила, что каждое действие в огороде должно быть обосновано. Вот для меня самое лучшее обоснование, это то, что мне не важно, какой размер плодов будет у этого томата. Значит, я могу оставить и два ствола, и три ствола, и четыре ствола. Я всегда рада, чем больше у него стволиков, он раздваивается, расстраивается, и я очень рада. Чем больше у него стволиков, тем будет больше вот этих желтых веселых колокольчиков. Вот видите, вон кисти, вот кисти. У него сейчас уже, вот сейчас пока что он раздвоился, вот это раздваивание там выше, он уже еще раз раздвоится, каждый куст. И там вот макушка, она, видите, вся-вся-вся в этих колокольчиках, бубенчиках, которые еще, конечно, просто бутоны. Но я рада. Представьте, куст облепленный вот этими оранжевыми вот этими колокольчиками, сардельками. Он такой декоративный. Ну, это если только эстетически, он так меня восхищает. Что говорить о вкусе? В оранжевых сортах всегда каротина больше, вот в этом сорте каротина больше, чем в других в пять раз написано. Он подходит для детского питания, для диетического питания. Все знают, что красные томаты не каждый может употреблять, особенно детям не рекомендуется, пожилым не рекомендуется, всем другим с повышенной кислотностью. А вот оранжевые сорта вот такие, они именно подходят и для диабетиков, и для диетического питания, и для детского питания. Короче, сорт прелесть. Единственное, что, конечно, вы не получите, с него тут ведрами выносить не будете. Это не те сорта, которые убьют вас своей, как сказать, урожайностью поразят. Это просто вот сорт для души. И красивый, и вкусненький. Я сначала на него хожу, любуюсь, любуюсь. Мне даже срывать его жалко, я его долго берегу. Любуюсь, 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 любуюсь. А потом и он в ход идёт. То одну сорвёшь, зайдёшь, то другую. Я его прям, ну как обычно, обтёр об себя, раз в рот. Он и в рот хорошо входит, его не надо резать ножом, его не надо как-то подготавливать специально. Маленькие, сладенькие, красивенькие. Вот это русские колокола. Про формирование одно слово. Я говорю, что если бы спросили, как вы формируете томат русские колокола, отвечаю, никак. Растёт всё, что наросло, всё, что Бог послал, всё вырастет. Всё, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok